Вернемся к диапазонам. Мы остановились на ультразвуке и теперь перейдем к более высоким частотам. Частоты примерно с 30 кГц применимы для передачи сигнала в эфире. Это длинные волны радиодиапазона. Они хорошо распространяются в воде и используются, например, для связи с подводными лодками. Это все еще соответствует ультразвуковому диапазону, который заканчивается намного дальше, примерно в диапазоне средних волн радио. То есть это деление весьма приблизительное, скорее оно описывает свойства диапазона, а не однозначно разделяет частоты. За длинными, средними, короткими и ультракороткими волнами радио начинается так называемый сверхвысокочастотный диапазон. Все это составляющие радиодиапазона и у них есть свои примечательные свойства. Например, все же знают, что музыкальные радиостанции вещают преимущественно в УКВ. В английской версии это называется FM. Там же работает эфирное телевидение, но в приемниках, как правило, есть хотя бы еще средневолновый диапазон. В английской версии это называется AM. Бывают еще длинные и короткие волны, но они в современных бытовых приемниках не используются. Если сравнивать средние и ультракороткие волны, то вот почему у них такое разное применение? Почему радиопередача на средних волнах имеет весьма посредственное качество и подвержено помехам? Наконец, почему не отказались от использования средних волн, раз в УКВ удается так здорово передавать музыку и даже в стерео? Здесь подсказкой служат английские названия диапазонов. Они, собственно, никак не относятся к частотам. AM это Amplitude Modulation. FM это Frequency Modulation. Это не диапазон, а способ передачи сигнала в нем. Чтобы передать голос частоты звукового диапазона от 20 Гц до 20 кГц, нужно перенести в радиодиапазон. Допустим, для средних волн на частоте 2 МГц и для ультракоротких волн на частоте 100 МГц. В обоих случаях мы можем поступить следующим образом. Пустить несущую частоту, соответственно, 2 или 100 МГц и модулировать ее уровнем сигнала. Что значит модулировать уровнем сигнала? Это значит, что там, где больше амплитуда голосового сигнала будет и больше амплитуда несущей частоты. А частота останется неизменной. Важно, что частота несущей должна быть больше частоты модулируемого сигнала. Потом на приемнике восстановить такой сигнал не составит труда. Только при такой передаче все помехи в эфире будут наши. Излучения на близких частотах будут легко вмешиваться в наш сигнал. При частотной модуляции все начинается также. Берется несущая частота, берется исходный голосовой сигнал, но меняется не амплитуда несущей частоты, а собственно ее частота. Амплитуда как раз остается неизменной. Это уже более сложный способ кодирования сигнала, но он и более устойчив к помехам. Одна беда, его не получится применить к передачам в низкочастотных диапазонах радио. Потребуется занимать достаточно широкий диапазон частот для одной передачи. С другой стороны, ультракороткие волны, которые так хорошо подходят для частотной модуляции сигнала, поскольку частота там высокая, они не способны заглядывать за препятствием. Они могут отражаться, но не могут огибать землю. Отсюда и ограничение муковой связи. Это связь прямой видимости. Если на пути приемника растет елка, это не так страшно, она не будет серьезным препятствием для радиосигнала. Но горы, бетонные дома, изгиб земной поверхности, все это гасят сигнал. Поэтому эфирные телевизионные радиостанции в этом диапазоне всегда вещают в очень ограниченном радиусе, как правило, в пределах города. А дальше используется сеть ретрансляторов. Так работает эфирное телевидение, к которому мы еще вернемся в следующих уроках. За радиочастотами расположены оптические диапазоны инфракрасный, видимый и ультрафиолетовый. Сами названия этих диапазонов говорят за себя. Инфракрасный это ниже красного. Видимый тут все понятно, он для человека видимый. Ультрафиолетовый это выше фиолетового. Очевидно, видимый диапазон начинается красным и заканчивается фиолетовым, раз соседние диапазоны имеют такие названия. На этом спектр не заканчивается. Дальше идут рентгеновский диапазон, гамма-излучение. Но нас более всего интересует видимый диапазон, поэтому здесь и остановимся. Зачем я только что все это рассказал? Дело в том, что компьютерная графика широко используется в науке. То есть изображения действительно могут содержать не только котиков в контактике, но и снимки далеких галактик, например. И далеко не всегда привычный нам видимый диапазон является наиболее подходящим. Снимают в разных диапазонах. Чтобы не ходить к далеким звездам, достаточно вспомнить привычные рентгеновские снимки. Мы не будем в этом курсе углубляться в специфические области применения графики, но хотелось бы, чтобы вы понимали, что у нее очень широкая область применения, и она всегда соседствует с познаниями в смежных науках физики, химии, биологии, не говоря о различных разделах математики и информатики. Впрочем, для изучения источников, даже те, которые будут приводиться в конце уроков в этом курсе, вам в первую очередь понадобится знание английского.